В это лето дожди идут лишь с небольшими перерывами, а потому добраться до трубы, через которую вода после очистных сооружений вытекает в реку, уже задача не из легких. Но сотрудники лаборатории люди подготовленные и соответственно экипированные. Они приезжают сюда не впервые. Пуговичинский пруд на реке Купеленка одно из самых проблемных мест в экологии Ленинского района. В данный момент проходит реконструкция очистных сооружений и производится восстановление штатного функционирования этих очистных сооружений. Соответственно результат проб нам покажет, насколько эта работа эффективна и насколько сточные воды соответствуют нормативам, установленным в законодательстве. Заборы воды для анализов специалисты берут в двух местах. Непосредственно в момент выхода жидкости после очистных сооружений и в том месте, где она впадает в реку. Итак, первая проба берется из трубы. Вода для удобства набирается в ведро. Сначала измеряется ее температура. Сколько? 27.6 Разница с пробами, которые проводились раньше, видна невооруженным глазом. Вода хоть и мутная, и с пеной, но уже не совершенно темная, как это было раньше. Да и резкого запаха, который был, сейчас нет. До этого уже неоднократно проводился отбор проб с точных вод сбрасываемых с этих очистных сооружений. По результатам лабораторных исследований появлялись факты превышения предельно допустимых концентраций при сбросе точных вод. Первичные данные вносятся в специальную таблицу. Значение имеет все. Температура воздуха, внешний вид воды, дата и время забора проб. При этом надо отметить, что по инструкции все эти данные сотрудники не имеют права разглашать, пока не будет получен окончательный анализ. Какие данные предварительно записываете еще до того, как будут взяли? Никаких не комментирую. Почему? Не имею права на комментарии. Наконец, из ведра воду переливают в несколько емкостей. Две пластиковые и одну стеклянную. Все они предназначены для разных анализов. Бутылки заклеиваются специальными стикерами. Теперь их откроют только в лаборатории. Далее все двигаются к реке. Поэтому там возьмем, а дальше уже путем вычитания посмотрим, что будет отсюда, какие компоненты. Пройти к месту, где вода из очистных вливается в реку, тоже квест не из легких, но и он пройден успешно. А далее операция повторяется. Если результаты анализов окажутся неудовлетворительными, эксплуатирующие организацию ждут санкции. В настоящее время министерствам выдано предписание на данные очистные сооружения с целью получения решения на право пользуемым водным объектом, которое было аннулировано недавно у другой эксплуатирующей организации. И по результатам этих лабораторных исследований, если будет имеется превышение предельно допустимой концентрации, будут приняты меры уже в соответствии с законодательством. Результаты анализов будут известны в течение трех недель.